здравствуйте если вы меня сейчас слышите это значит только одно что вы со мной на правильном канале на канале где мы для вас подготовили очень много ценной и интересной информации для вас ну что же поостроумничаем сожалению одно из самых горьких чувств которые дано испытать человеку избавиться от его разрушающего действия увы порой почти невозможно но можно ли спрогнозировать ситуации которые заставят нас потом всю жизнь думать а что если и каких поступках или может бездействие все мы с наибольшей вероятностью будем жалеть в старости ответ на этот философский вопрос неожиданно дает наука природе человеческого выбора и связанных с ними сожалений всерьез задумались два американских профессора майкл моррисон из университета штата иллинойс и нил розе из севера западного университета ученые решили выяснить какие же ситуации чаще всего заставляет нас мысленно возвращаться в прошлое и в надежде что-то изменить и решили спросить об этом напрямую устроив масштабный телефонный опрос и обзвонив 370 случайных американцев старшего пенсионного возраста согласно полученным ответом 18 процентов опрошенных сожалели об утраченной любви или ничьи несчастных отношениях 16 процентов о семейных ссорах и других ситуаций связанных с семьей об условии образования или неправильном его выборе в прошлом загрустят 13 процентов на сложившейся или не сложившейся карьере 12 процентов финансовое состояние тревожит 10 процентов проблемы с детьми и здоровьем 9 и 6 процентов соответственно вывод очевиден большая часть сожалению 43 процента связано с любовью семьей и отношениями только 35 процентов с вопросами карьеры денег и здоровья так что не теряйте времени зря не не забывайте что кроме работы и финансовых вопросов есть еще и личная жизнь об отсутствии которой когда нибудь придется горько сожалеть но что же действительно нужно прожить свою жизнь так чтобы на старости лет не жалеть о ушедших годах на этом не все более детальной информации есть на нашем сайте так что подписывайтесь ставьте лайки раскидывать это видео вашим друзьям и знакомым услышимся будьте здоровы